Человеку до Брещины почётное звание для берестейцев, чей большой личный вклад в социально-экономическое развитие первого региона по итогам работы за 2023 год невозможно переоценить. В этом году оно присвоено 16 труженикам в различных сферах деятельности. Наверное, начинается с того, поблагодарить нашего президента, что в этом году Брестская область размещена на республиканской доске почёта и ряд предприятий, которые, кроме того, достойны высоких наград и подтвердили себя как состоятельное предприятие нашего региона непосредственно. А то, что касается сегодня такой расширенной программы награждения наших лучших руководителей предприятий, наших специалистов, которые внесли достойный вклад в развитие сельского хозяйства, промышленности, в сфере социальных, здравоохранения в том числе, это говорит о том, что регион развивается, то, что сегодня население получает достаточно качественные услуги, имеет сегодня достаточную заработную плату. И самое главное, наверное, то, что вот и год качества, да, и особо, наверное, приятно получать заслуженные награды тем, кто вложил максимально своих стараний вместе с коллективами. И вот буквально, если говорить ещё про экономику и говорить дальше, о чём говорил президент, о своей независимости, да, только в независимости, в независимой экономической стране будут самые лучшие результаты и будет результат главный. Это то, что если стране нужно, страна всё это сделает. И сегодня она в сфере безопасности продовольственной, промышленной безопасности. Наш регион, наверное, занимает, не наверное, а точно занимает лидирующая позиция в нашей стране, потому что здесь есть люди, здесь есть задачи, здесь есть уверенность в нашем будущем. А президент сказал, потому что время выбрало нас. Среди победителей престижного конкурса представители экономического сектора города над Богом. Так, в области промышленности почётное звание присуждено генеральному директору Савушкин продукт Александру Савчицу. А вот человеком года Бречена в топливно-энергетическом комплексе стал генеральный директор Брест-Облгаз Евгений Казимирчик. Много чего собираемся продолжать и в сыроделии, и в цельномолочной продукции. У нас очень много новинок есть, у нас сегодня уже не хватает мощностей. Вот самый главный наш вопрос. Хотя мы ежегодно вкладываем немалые деньги в развитие, допустим, в прошлом году больше 100 миллионов евро вложили в перепоружение наших предприятий. Но тем не менее, уже сегодня надо думать, куда мы пойдём завтра. А всё благодаря чему? Благодаря тому, что есть хорошая команда менеджеров, есть хорошая команда продажников, есть люди, которые мы растим сами себе кадры, берём с третьего курса, с пятого, даём полставки, даём ставку, отбираем. И люди делают всё. Связь поколений есть. Хороший соцпакет есть, хорошая зарплата. Люди идут к нам. Мы практически со всеми университетами связь установили, с колледжами нашими. Мы берём людей пачками и выбираем то, что нам надо. 34 страны, это тоже надо поставить. А если по большому счёту 5000 тонн молока каждый день получаем, плюс ещё 2500-2700 сыворотки, то практически 8000 тонн надо каждый день привезти, переработать и завтра продать. Потому что завтра опять приедет 8000 тонн. Предприятие «Брестово-Болгаз» за прошлый год выполнило все те планы, которые стояли перед ним. Мы решаем вопросы поставки потребителям нашего голубого топлива. Это не только. Мы строим, мы являемся заказчиками построительства газопроводных сетей. Это были и новые объекты. Получили населённые пункты Ханцевецкого района, Пушанского района и других. То есть продолжаем строить, дальше развивать сети. Успешно работает сельское хозяйство. Прошлый год завершили с хорошим результатом. Провели оригинальные дожинки в Министерство. Добились хороших результатов. Туфозавод работает нормально. Мы освоили новые продукции, покровный рун для производства шампиньонов. Теперь пытаемся её реализовать не только в Республике Беларусь, но и запретенно в России, в Казахстане. То есть работаем в том плане, который намечили для себя. Будем достигать тех результатов, которые запланировали. Большая честь быть в числе лучших год 85-летия Брестской области. Особенно, когда ты занят в самой важной сфере жизнедеятельности человека – в социальной. Брест – лидер в области здравоохранения. Обладатель почётного звания в этом году – главный врач Брестского областного центра медицинской реабилитации для детей психоневрологическими заболеваниями «Тонус» Андрей Богданович. А в области общественной деятельности и информационной политики лидером стал заведующий филиалом постпамяти Центра дополнительного образования детей и молодёжи города Бреста Игорь Чекалов. Что символично, ведь Игорь Михайлович проводит колоссальную работу по линии патриотического воспитания молодёжи, что крайне важно в год 80-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Вы знаете, переполняют, конечно, эмоции, потому что такое всё-таки знаковое место, историческое, и вот вдвойне чувствуется вот эта вот вся торжественность. А постпамяти, он, как и 50 лет тому назад, предназначен для сохранения традиций, воспитания молодого поколения нашего региона. Мы всё делаем для того, чтобы передать ту память, уважение к памяти погибших защитников Отечества. Гордость, радость за то, что такое почётное звание я получил. Спасибо огромное руководству за то, что выбрали меня. Огромное спасибо коллективу за то, что всегда со мной, и за то, что помогают мне вот такие награды зарабатывать. Это хоть тут и написано за личный вклад, но я прекрасно понимаю, что без них никакой личный вклад бы мой не сработал. Поэтому спасибо большое коллективу. А это ступень для дальнейшего развития, и будем продвигаться в деле помощи нашим детям. Подробные церемонии награждения о том, кто стал лидером в области качества в 2023 году, расскажем завтра в программе «Букинформ». Василий Набуцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемантович, Новости Бреста.